я приветствую вас дорогие друзья уважаемые гости и подписчики моего канала прямой эфир сегодня 27 числом среда кости бондаренко в эфире кастин петрович здравствуйте здравствуйте добрый вечер так друзья спасибо всем большое за то что присоединяйтесь за то что вот прямо сейчас в живую так сказать общаетесь заходите в чат трансляции у меня умопомрачительная новость это событие похлеще всяких там законопроектов о мобилизации заявлений марченко умерова f16 которая как бы вроде как скоро будут в украине чуть ли там не послезавтра это вот по-настоящему новость в описании к этому видео вы найдете ссылку внимание на официальный правильный правдивый тот который новый единственный и специально для вас созданный телеграм-канал костя бондаренко константин петрович решился поэтому он теперь в телеграме переходите вот прям после эфира во время эфира заходите подписывайтесь очень вас просим спасибо большое запоздал о решении знаете украинский выдающийся украинский политолог мыслитель и прочее прочее историк вячеслав липинский он настолько был консервативен жизни что отказывался ездить на автомобиле до конца своей жизни он отказывался есть потому что считал что он консерватор но я не настолько консервативен наверное но все равно я очень долго мне лет 7 наверное меня убеждали что надо завести свой телеграм-канал а я как-то вот постоянно все откладывал на потом и уже когда я уже полностью разочаровался в фейсбуке вот видите как хорошо так всегда в жизни бывает разочаровываешься в чем-то одном очаровываешься чем-то другим друзья мы же очарованы в вас поэтому мы постоянно онлайн в прямом эфире и собственно с вами пытаемся общаться держать руку на пульсе всех событий ну и вопрошать вас опрос с которого мы сегодня традиционно начнем наш сегодняшний эфир звучит вот так как вы считаете хватит ли украине денег на тотальную мобилизацию вопрос серьезный вопрос актуальный вопрос животрепещущий вот его варианты да на западе напечатают с лихвой нет это блеф перед переговорами растрясут толстосумов и найдут или еще один вариант денег хватит людей нет вот такие варианты понятно что все субъективно можно написать еще там 10 вариантов в ответ на этот вопрос но с этой темы я предлагаю начать потому что константин петрович сегодняшний день он был как там ну под знаком бизнес-плана для мобилизации все обсуждали сколько нужно денег есть ли они или откуда брать министр марченко вообще шокировал говорит а я не понимаю почему солдаты собирают там наказки на бронежилеты все есть вот все на складах 5 миллиардов в день гривень мы тратим как вам кажется вот чтобы вы как бы опираясь на опрос по поводу бизнес-плана мобилизации в украине сказали ну смотрите дело в том что тут же не важно сколько денег потрачено будет на армию а сколько должно еще прилипнуть к рукам у определенных лиц но это тоже этот момент тоже не стоит сбрасывать со счетов марченко считает как бухгалтер фактически понимаешь что вот приход потом расход дебет кредит и так далее все это понятное дело что считает но он же еще забывает про вот эту коррупционную составляющую которую тоже необходимо учитывать вот и аппетиты скажем так у некоторых людей которые причастны к военной сфере более чем скажем серьезным более чем солидной на сегодняшний день этих денег нет на сегодняшний день этих денег нет мы надеемся там на какие-то мифические деньги знаете у нас 30 лет происходит надежда на какие-то деньги которые должны нам упасть вот мы живем мечтами какими-то прожектами относительно того что деньги придут вот когда-то на заре независимости мы верили в золото полумодка который к нам обязательно вернется потом мы верили в какие-то там другие там моменты что вот нас обязательно 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 нам дадут денег обязательно эти деньги получим а теперь у нас есть надежда на то что а образуются конгрессмены и подпишут там все-таки согласен проголосует согласие на выделение украины 61 миллиарда б что евросоюз даст нам 50 миллиардов евро c мы надеемся на то что будут взяты замороженные деньги российские деньги которые будут переданы украине и так далее так далее так далее то есть у нас есть большое количество надежд большое количество ожиданий но в то же время у нас нету ни одной четкой гарантии того что эти деньги поступят вот чем проблем законопроект о мобилизации которые но вот сутки тому назад всколыхнул вообще общество его обсуждали все я не знаю то есть это вот как в сказке да из склепа пробудила по моему вот этот это инициатива пробудила давно спящая и такое мало активное вот прям сначала войны политическое чудо-юдо юлию владимировну тимошенко вот смотрите нет я совсем уважением тут у нас параллельно мне тут пишут в чате трансляции а вот смотрите там шелеста и тут и там показывают с дмитрием корнячуком там заканчивается премьера и там тоже был опрос за кого бы вы проголосовали зеленский заложный тимошенко арестович так вот как бы тимошенко опередила даже арестовича и это вот как бы реакция на я понимаю на вот эти два проявления сначала она выходит и говорит что ее батькинщина голосовать за это поданное не будет а сегодня она выходит и говорит зеленский где план b я люблю украину я за победу украины ну я не рука кремля но а что если нет как слепаков пел да чё будет если нет и этот вопрос он ну ну давайте будем как бы объективно поднимает ее ставки и дело в том что юлия тимошенко она наверное единственный политик в украине вот действительно политик который понимает что такое политические процессы что такое политические институты что такое политическая борьба для чего она нужна ей и она чудесно понимает что она всю свою жизнь посвятила борьбе за власть и она не собирается уходить в отставку она не собирается уходить на пенсию. В прошлом году, да, в прошлом году было 25 лет, как Юлия Тимошенко вошла в топ украинских политиков. Это было в 97-м году. Я очень хорошо помню, как она выиграла в 97-м году до выборов в Бавринецком избирательном округе в Кривоградской области, как она стала депутатом, и с этого момента она не сходила с топовых позиций на нее ориентировались. Она занимала позицию, дважды премьер-министром становилась, она была вице-премьером, достаточно эффективным вице-премьером по ТЭКу, и так далее, и так далее. Она была лидером оппозиции, она побывала дважды в тюрьме при этом. То есть это действительно женщина, которая свою жизнь положила на алтарь фактически этой политической борьбы. Что касается ее, к ней можно по-разному относиться. Ее можно любить, ее можно ненавидеть, и так далее, но она не оставляет равнодушность. И у нее есть ее ядерный электорат. Он пусть небольшой, пусть это небольшой ядерный электорат, но все равно своих пять процентов она имеет в любых раскладах. Вот сейчас во время войны она отошла на второй план, как бы сделала шаг в сторону, но сейчас она понимает, что поскольку в воздухе запахло снова выборами, она снова активизировалась. Причем она автоматически сделала несколько посылов. Помните, на прошлой неделе была запись ее совещания, видеосовещания с членами ее команды, где она говорила о необходимости борьбы с пропагандой ЛГБТ в Украине. Это вообще что-то феноменальное. Ну, консервативные элементы привносятся в жизнь. Она понимает чудесно, что ее электорат против. Но ее электорат не разделяет всеобщий восторг от гей-парадов и так далее. И она будет активно на этом акцентировать. Потом, дальше, она заявила, что она не будет голосовать за этот закон о мобилизации. И третий момент, она заявила о том, что она будет инициировать пересмотр или отзыв закона о легализации каннабиса в Украине. Так что, три момента практически она бьет по трем китам, на которых сегодня стоит власть Зеленского. На которых зиждется эта конструкция слух народа. Вы же посмотрите, именно эти вопросы сегодня дискутируются сторонниками Зеленского. Именно на этих вопросах стоит сегодня идеологическая структура слух народа. Юлия Тимошенко бросает вызов Зеленскому таким образом. И она снова таким образом делает заявку на возвращение в политику, на активное возвращение в политику. Что с законом о мобилизации вот этим предложением будет? Я даже вот сегодня, да, вот, ну и вчера тоже, когда обсуждал там с разными экспертами, адвокатами, политологами, слышу совершенно разные, ну скажем так, трактовки. Вот, например, сегодня у меня был Дмитрий Раимов, посмотрите, пожалуйста, очень интересный, кстати, расклад. Он видит, что, ну как бы, это только первая серия. И особого сопротивления в парламенте вот эти нормы, ну, ну как бы, не будет их. Потому что, ну, может там что-то одиозное там одно-два уберут, а по сути примут вот как есть. То есть ТЦК, жизнь страны теперь будет замыкаться вот еще и на ТЦК. По крайней мере, для мужчин от 18 до 60, так точно. Это будет первая серия. Вторая серия это мобилизация женщин. Ну и все идет по этому пути. А все почему? Потому что не нашлось, кому, условно сказать, политическое нет. и вот к вечеру, ну, немножко позже, да, вот мы, почему я с Тимошенко и начал, собственно, нашелся хоть кто-то, который может сказать, если нет, то да, но. Это была Тимошенко. Она сказала да, но. То есть мы за то, чтобы бороться, защищаться, но есть ли другой план? Есть мнение, что это, как бы, политтехнология, что вот придет добрый царь и там половину все отменят, выбросят нормы, Зеленский скажет, как вот с мобилизацией женщин, что я этого не подпишу, ну и быстренько чего-то напишут другого, но все равно мобилизация усилится. Есть мнение, что это вообще запугивание общества перед заморозкой. Вот как вам кажется, судьба какая? Все эти гипотезы абсолютно реалистичны, все эти гипотезы имеют место быть, как будет на самом деле не совсем понятно, но давайте исходить из того, что Зеленский слишком зависим от рейтингов. Зеленский действительно очень зависим от того, от тех цифр, которые ему постоянно приносят и говорят, Владимир Александрович, а вот вы знаете, непорядок, потому что вот на прошлой неделе у вас было 82, а теперь у вас 72, вот надо что-то делать. И он чудесно понимает, что один мобилизованный это минус 5 голосов у него. Когда он говорит о том, что один мобилизованный это 5 человек, которые должны работать на его содержание, так вот, кроме всего прочего, это еще минус 5 человек из рейтинга Зеленского, которые чудесно понимают, что человека насильно мобилизовали, человека насильственно отправили на фронт, человек и, соответственно, его жена, его родители, его близкие друзья, его дети уже являются теми людьми, которые ни за что не отдадут свой голос в адрес, в копилку Зеленского. Вот, и умножьте, соответственно, эти показатели, вот, 500 тысяч человек, умножьте на 5, в среднем на 5, вот, и вы получите минус 2,5 миллиона человек, которые теоретически могли бы проголосовать за Зеленского. Вот, так что, это я говорю только усредненный вариант, но есть еще фактор снежного кома и так далее. Поэтому, я думаю, что Зеленский попытается действительно сыграть вот в некоего спасителя. Помните, я, кажется, цитировал уже этот одесский анекдот вот, про Рабиновича, который отдавал, который давал на сохранение Равину там, определенную сумму. Вот, кажется, это говорил, ну, когда Равин вот, в конце этого анекдота говорит, что вот я это все показал вам для того, чтобы вы поняли, с какими сволочами мне приходится работать. Так вот, в данной ситуации Зеленский тоже может показать, когда депутаты примут закон, уже отправят его на подпись президента, президент вдруг скажет, а я не подпишу это, это же произвол, это же нарушение права граждан и так далее. И в этот момент все вздохнут и скажут, молодец у нас президент, какой классный у нас президент, а мы его недооценивали. Это первый момент. А, и на этой ноте он может взять тогда второй лист бумаги, написать указ, подписать этот указ о увольнении или об отставке залужного Валерия Федоровича, генерала, с должности накомандующего вооруженными силами Украины. Это второй. И будет таким образом справедливость восстановлен. Это же залужный просил, говорил Зеленский. Но есть одно дно. Залужный не просил. Да, дело в том, что офис президента именно на это был нацелен. Но тут вчера вдруг выходит залужный в кои-то веке. Залужный, который всегда сторонился общения с прессой, так скажем. Залужный, который не особо рвался под софиты. А тут вдруг он выходит и говорит, а я не просил. Мне вообще это столько не надо. И вообще вопрос мобилизации сделал намек. Вопрос, сколько мобилизовать, это вопрос к верховному главнокомандующему вообще. Это он определяет согласно закону о мобилизации, сколько необходимо мобилизовать человек, каковы условия мобилизации и все прочее. Так что и тут стрелки повернулись в другую сторону и говорят, что в офисе президента как-то немножко запаниковали, потому что к этому варианту не были готовы. Вот сейчас мы увидим, как будет разворачиваться борьба вокруг этого законопроекта. Но дело в том, что это он действительно не оставил никого равнодушным, то, что он вызвал серьезнейшие дискуссии как раз именно в предпраздничный период, как раз так, чтобы кусок в горло не лез, скажем, за праздничным столом в новогоднюю ночь. Ну, вот такая вот ситуация. А почему это сейчас сделано, правда? Ну, вот смотрите, можно много шутить и там сарказмом брызгать. Нет, конечно, что это да. Нет, дело в том, что почему сейчас есть несколько аспектов, но я все-таки склоняюсь именно к тем конспирологическим теориям, поскольку у меня нет доказательств этим теориям, но все-таки конспирологическим, что именно сейчас под президентом зашаталось кресло. Очень серьезно. Сумма просчетов и сумма провалов во внешней политике, сумма провалов на фронте, во внутренней политике и так далее, и так далее. И сумма вот этих вот именно голосов недовольных, они сегодня создали определенный кумулятивный эффект. И перебить этот кумулятивный эффект пытаются сегодня именно созданием некой атмосферы давления и страха. Ну, смотрите, есть же другие пути. Ну, вот, именно чтобы обрезать этот путь, как раз именно и делается все. Вы же понимаете, что в Украине Майдан невозможен. В Украине возможен только дворцовый переворот. Вот. Интересно, но если все-таки не отмахиваться от этих предложений, которые были высказаны. А мы не можем отмахиваться, потому что, если внутри страны все, ну, как вы справедливо заметили, за столом, наверное, будут обсуждать не что там, как сбегать куда-то в супермаркет, да, или там, ну, в ТРЦ, или там что-то, купить к новогоднему столу или какой-то подарок, да, там, жене ребенку, а все будут обсуждать мобилизацию и лютующих военкомов со временными блокпостами в Киеве, которые, как бы, повестки не раздают, но люди их получают. Странная какая-то история. А, да, то есть, если вот брать этот аспект, да, то, ну, извините, ну, как бы, я понимаю, что нужно, ну, что-то хорошее предложить. А что хорошее? Вот здесь возникает вопрос. Я не вижу, что можно было бы предложить хорошее. Я думал, что что-то хорошее будет предложено 19 декабря, когда президент вышел на пресс-конференцию. Я не услышал там ничего хорошего, никаких предложений конструктивных, этого я не услышал. Президент постепенно теряет союзников среди элит. Очень многие представители власти среднее звено, начинают саботировать просто определенные решения или же циркуляры, ну, на всякий случай. Они честно понимают, что всякое может быть, за 30 лет они всякое видели, а потом кому-то надо будет отвечать. Вот, кто-то, кто-то, как с Януковичем был, он оказался в Ростове, а отвечали совершенно другие люди. Поэтому лучше подождать, лучше повременить, время такое абсолютно непонятное, а еще, если завтра поменяется власть вследствие, даже выбором, если поменяется, а многих спросят, вот, и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому многие сейчас происходит вот этот вот легкий такой саботаж. Но, давайте еще вернемся все-таки к этим 500 тысячам. Давайте представим себе, что завтра, например, собрали 500 тысяч человек. А чем их вооружить? Умеров говорит, все посчитано. Вот он сказал, что все посчитано, детали сказать не может военная тайна, а потом залетел Майкл Щур, забрал Умерова, и как бы его быстро-быстро увели, как вроде бомбежка началась. Я такое только видел в американских фильмах, если честно. Я это понимаю, да, я это понимаю, что, конечно, что это проще всего сказать. Но вопрос, нам же нужна не просто пехота, которую бросать в бой за неумением техники. Это Кулеба только говорил о том, что украинцы будут даже с лопатами воевать против русских, если нам не дадут оружие. Если нам руководство, высшее руководство говорит, что нам катастрофически не хватает техники, не хватает оружия, вот именно, то вопрос 500 тысяч человек. Что с ними делать? Как их озадачить? Второй вопрос, который возникает. 500 тысяч человек, предполагается, что если они придут на фронт, значит, за это время, соответственно, будут демобилизованы другие люди, которые сейчас находятся на передовой. Ротация произойдет. Но вопрос обучения. Дело в том, что, знаете, выгнать человека на полигон, дать ему два рожка, чтобы он пострелял и сказать, что все, готов. готов к боевым задачам, но это будет, наверное, преувеличение. Люди месяцами, если не годами, оттачивают свое боевое мастерство. А тут вдруг одних меняют на других. Какое-то время, очевидно, пройдет, пока старослужащие научат молодых. То есть, все это время нам надо будет содержать фактически почти миллионную армию. В таком случае. И это тоже надо учесть. Это не будет просто 500 пришли, 500 ушли автоматически. Что это несколько месяцев еще продлиться содержание миллионной армии. А это еще дополнительные расходы. Плюс к тем 500 миллиардам, о которых сказал Марчин. Да, это очень важный аспект, потому что Свириденко сегодня вышла и шокировала. Просто говорит, если не упадет копейка в начале января, то уже в январе задержки пенсии, зарплат, чиновникам, учителям, а это миллионы людей. Да, но сегодня я вот еще прочитал один очень интересный аспект, что предлагается сейчас еще, кроме всего прочего, лишать брони тех забронированных сотрудников, которые получают меньше 35 тысяч гривен. А это огромное количество людей. То есть, если работодатель, у него есть сотрудники, и он хочет забронировать этих сотрудников, либо он должен им платить больше 35 тысяч гривен, либо же они не подлежат в таком случае бронированным. Ну, вы знаете, а тут же есть, ну, всегда же есть контрмера, контрответ. Я не знаю, я просто этого, я не встречал этой информации по поводу 35 тысяч. Это гуляет, очень активно эта информация. Я просто не видел, я бы как бы тут же есть ответная контрмера, ну, начислять можно, выплачивать можно, а потом сотрудник просто будет каждый месяц включать зарплату, отдавать кэшем. Это я знаю, у нас так практически все министерства работают, когда сотрудники, значит, в конце месяца получают на карточку там определенную сумму, а потом 50% этой суммы специально обученному товарищу отдают и так далее. Это у нас в наших госструктурах сплошь и рядом. Мне об этом рассказывали, рассказывали чиновники, как они вот эти, как устраиваются у них поборы. На бумаге у них там, условно говоря, 40 тысяч, в результате 20 тысяч они должны снять с карточки и отдать там определенному человеку, который эти конвертики собирает и приносит куда-то выше там какой-то кабинет. Вот. Потом там тоже собирает эти конвертики еще выше и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта система никуда не девалась. Да. Но я к чему? Я к тому, что по поводу этого законопроекта все-таки банкиры начали бузеть. Говорить, а что происходит? Ну, а у нас вот вы сейчас позаблокируете карточки или там счета мужикам, а это 25% наших кредитов, которые мы раздали населению, то есть мы полиняем на 25%. Да, так и есть. Так и есть. Об этом никто не думал, в принципе. И банкиры тоже сейчас, перефразируя горько, и банкиры тоже стонут, и банкирам непонятно. Так что в данной ситуации то, что происходит в стране. На самом деле это абсолютно непродуманный закон, законопроект. То есть законопроект, который ради определенного внешнего эффекта, я уже не говорю положительного, отрицательного, ради внешнего эффекта, он в принципе может поставить под угрозу целый ряд отраслей в экономике украинской. И на самом деле саму жизнь, общественную жизнь в Украине. Я уже не говорю о том, что он нарушает базисные принципы гражданских свобод в Украине. Но о гражданских свободах у нас давно уже никто не говорит. Знаете, как-то в последнее время, когда смотрю на украинскую политику, где все более и более симпатичным становится Ким Чен Ын. Ну так, туда идем. Ну да. Судя по законопроекту. Что делать с людьми за рубежом? Они, ну, понятно, что, может быть, где-то неосознанно, но они продемонстрировали отношение к мобилизации. Да. Продолжают демонстрировать. И вот прям это прям отношение, это прям отношение к мобилизации, к войне, к защите Родины. Смотрите, если так брать, без всяких политических налетов, фактически вот этим законопроектом Родина сказала им, вы нужны, мужики, не хватает людей на фронте, давайте, возвращайтесь, становитесь на учет, мы вас поставим в очередь, там, научим, не научим, если вы уже умеете, пойдете, замените тех, кто гибнет, там, скоро как два года в этих окопах, в этой грязи, то есть, замените, потом ротация, мы отстоим. Это патриотический и правильный посыл. Ну, вот если убрать там всю мешуру, пускай мне скажут, что я розовая пони, но по сути, это такой, ну, правильный месседж. А эти люди стали предательски, еще законопроект пошел, еще бумагу не распечатали даже, еще не принесли куда следует, еще и почтовый голубь не долетел от Кабмина до Верховной Рады, а они уже в очередь выстроились, паспорта продлять и доверенности всякие делать для того, чтобы переписывать на жену или там на кого-то из родственников свое имущество. Ну, получается, вот и ответ. Наверное, есть вопрос недоверия к государству. Наверное, существует вопрос того, что государство не смогло быть убедительным для целого ряда граждан. Вот, я давно и постоянно говорю, что есть два понятия. Есть страна и есть государство. есть страна, то, что мы любим, то, что мы там фактически чем гордимся. Вот, наша малая родина, наши окружающие, там, фактически, совокупность всех гражданских инициатив, которые существуют на определенной территории, какие-то там гениальные писатели и поэты, гениальные кинематографисты, там, песенное творчество. Все это вместе, это является страна. Вот, страна. Это касается не только Украины, это касается любой другой страны. А есть государство, как совокупность чиновников, чиновнического аппарата и совокупность институтов власти, вот, которые действуют на определенной территории на основе определенных законов. И вот они должны гармонично переплетаться между собой. Они должны взаимодополнять друг друга, они должны создавать единое целое в идеале. А у нас они живут параллельно. И вот значительная часть людей, которые идут на фронт по зову сердца, они готовы защищать свою страну. То, что они любят, то, что им близко, то, чем они готовы как бы за что проливать кровь. А им говорят, нет, вы должны защищать государство, потому что государство так сказало. Вы должны идти защищать чиновника, а не своих родных и близких. Вы должны идти в бой за вот эту вот именно структуру, которая, вот эту пирамиду, которая построена на территории Украины. И вот эта мотивация, как раз перевернутая с ног на голову, вы должны что-то государство, а человек задает вопрос, а что я должен государству, а что государство сделало для меня. Помните, у нас даже на протяжении целого ряда лет говорили, не спрашивай, что государство сделало для тебя, а спроси, что ты сделал для государства. Так нет, вот сейчас возник другой вопрос, а что сделало государство для каждого конкретного гражданина в этой стране. Да, потому что у всех были такие или другие отношения с государством. Друзья, пожалуйста, нас 9100 сейчас онлайн, поставьте, пожалуйста, лайк, очень прошу проголосовать в опросе, очень интересно, пока что лидирует, пускай там немножко, но лидирует вариант по поводу хватит ли Украине денег на тотальную мобилизацию, что не хватит денег, это элементарный блеф перед переговорами, ну, мол, такая ставка, да, я просто, ну, голосуйте, в общем, чат трансляции, заходите, опрос, оставьте свой голос, 3600 голосов у нас уже есть прямо сейчас, я просто, понимаете, Костин Петрович, ну, многие грешат этим, они вспоминают заявление Зеленского там на саммите европейском, просто видео Зеленского, да, обращение тогда министра Резникова к российским там мужчинам о том, что вот вас загоняют под Новый год к вам в дверь постучит военком, ну, все видели эти видео, которым год, ну, условно, ровно год, это когда вот осенью была мобилизация, она была тоже там дикая, жесткая в Российской Федерации, потом ее быстренько свернули, набрали там какой-то, отчитались, что набрали много, наши там тогда следили, говорили, да не так они много и набрали, ну, условно, но какие-то лагеря, там еще Вагнер был, то есть там куда-то, кто-то где-то Вагнер тренировал, где-то тренировали там солдаты российской армии, ну, и, собственно, потом это все свернули и начали открывать вот эти центры, куда люди приходят, а электронные повестки, собственно, ввели для тех, кого можно призвать, ну, условно, военкомат нуждается, призывает тебя, это все стало тихо-тихо, то есть тихо-тихо, то есть пришла повестка, не явился, забрали там, ограничили в правах, в выезде, ну, и все, и ты уже дальше борешься, и ты уже дальше там, или иди доказывай, что ты непригоден, или иди служи. Нас, ну, а мы идем, получается, след в след, только, ну, как разница в год. Что скажете на эти парадоксальные совпадения? Получается, сейчас может Шойгу выходить и записывать обращение, там, ну, точно такое же, прям слово в слово, Резникова, год назад. Только Шойгу не будет этого делать, знаете, да, у нас же все-таки столкновение двух концепций, модернистская, которая в России, постмодернистская, которая, или гипермодернистская, которая в Украине, и, соответственно, понятное дело, что представители одной концепции не будут перебирать, там, амбула представителей другой концепции. Но, что касается, что касается, действительно, ситуации, да, действительно, столкнулись с той же ситуацией, с теми же проблемами, с теми же вопросами, и в этой ситуации просто-напросто то, что было год назад, попросту забывается. То, что мы говорили год назад, ну, кто это помнит? Ну, вы помните, я помню, еще 10-20-100 человек. Вот. Но, значительная часть людей, просто, у них работает вытеснение в памяти, и они стараются это забывать, либо же, вот, проведите эксперимент, вот, можете там с десятком людей пообщаться на эту тему, и примерно половина, если не больше, скажут, да не было такого. Вот. Пока вы им снова не покажете, они скажут, а, так точно было, забыли как-то. Очень часто такое, да что, да это вы все придумываете, скажет. Не было такого. Очень быстро у нас выветривается память, очень быстро у нас выветриваются многие моменты, которые казались вчера еще актуальными, через несколько месяцев они попросту забываются, как будто их и не было. Константин Петрович, ну так, а в оконцовке будет все так же? Ну, там, два-три месяца будет какой-то ад, а потом поймут, быстренько все свернут и откроют рекрутинговые центры? Нет, ну рекрутинговые центры уже сейчас начинают открывать потихоньку, но понятное дело, что опоздав с созданием рекрутинговых центров, как минимум на несколько лет опоздал, вот, сейчас начинают, как бы, тушить пламя, там, но тушат его бензином, к сожалению. Это первый момент. Второй момент, это то, что у нас снова, я же постоянно отталкиваюсь от нашего общества, я знаю наше общество, правила, которые у нас существуют, все это приведет к увеличению тарифов, тарифов на те или иные коррупционные действия, вот, больше надо будет заплатить в ВЛК, больше надо заплатить для того или иного военкома, больше надо заплатить. с чего, подождите, вот эту логику я тоже не пойму, ну, стойте. Я думаю, в этой логике живем, это наша логика, в которой мы уже 30 лет живем, если не больше. Нет, так, я вот это могу понять, смотрите, то есть, все, кто был при деньгах, да, у кого были там 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, ну, какие там были ценники, там, скакало, по-моему, там, до 15, ну, что-то такое, да, они уже уехали, они сейчас вот в очередях стоят за то, что там продлять за гранпаспорт и доверенность написать в консульстве. Те, у кого не было этих денег, они же, эти деньги, вряд ли появились за вот этот год-полтора. Вы знаете, вы недооцениваете людей, есть очень многие, которые считают, что вот мы переждем, вот, самое страшное уже было, вот где-то вот свет в конце тоннеля уже проявляется, потом окажется, что это не свет в конце тоннеля. Вот кто-то считает, что, ну, вот сейчас уже надо, надо, надо уже доставать из кубышки. Помните старый-старый анекдот о том, что есть три стадии отсутствия денег. Вот. Первое, это очень мало денег, второе, это совсем нет денег, и третья стадия, идем менять доллары. Вот в данной ситуации как раз есть большое количество тех, которые пойдут менять доллары. Ну, так, смотрите, тут мне пишут, шелест, не ври, видимо, из России пользователей, не было у нас такой мобилизации, так, товарищи, спокойно, как бы, контора пишет, все нормально, ловили возле метро, бегали, ну, занимались и в Москве облавы были, и в Питере были облавы, то есть мы это все наблюдали, то есть это было осенью, позапрошлой уже осенью, поэтому поднимите. Как говорил философ Фихте, если в комнате находится определенная группа людей, в этой комнате произошло какое-то событие, через мгновение никто не может доказать, что это событие происходило так, а не иначе, вот, а еще через мгновение никто не сможет доказать, что это событие вообще имело место, вот, так что в данной ситуации, знаете, так, если на клетке с буйволом видишь надпись слов, то не верь глазам своим, как говорил Фихте, из Бапрадков. Да, поэтому, ребята, шелест может, шелест может и брехло, да, но как бы, интернет все помнить, загуглите, ну, как бы, давайте не так, просто, я, я это к чему говорю, к тому, что, ну, а зачем переписывать закон с переводом на украинский язык российской, российской, у нас очень много, у нас очень многое берется из российского законодательства, вот, сколько бы вы не говорили там о том, что мы идем в геки в Москве, сколько бы не говорилось о том, что Москва, это все, мы идем в Европу и забыли про Москву, сколько бы не отрекались от Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, сколько бы не тыкали там фиги в адрес России, а законы берут и переписываются именно с российских, с российского варианта, и многие нормы вводятся тоже из российской, из российской жизни, которые Россия, кстати, уже пережила, Россия уже пошла дальше, а у нас возрождаются там традиции начала нулевых годов, например, в той же борьбе с олигархами, в той же, в том же попытке подчинить единому центру влияния средства массовой информации, взять телевизор под контроль, прочее, 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 но это берется все просто калька, берется калька, и, к сожалению, к сожалению, Россия уже давно ушла от этого, у нее уже совершенно другие там отношения внутри, там другие, там другая ситуация, так, а у нас еще смотрят на времена борьбы с Кодорковской. Ну да, но этого вообще уже никто не помнит на самом деле, да. Да, этого никто не помнит, но у нас это берут за образ. Да, это вообще уже никто не помнит, поэтому легко брать. Так, друзья, значит, нас 10 с половиной, голосуйте, пожалуйста, я просто, почему прерываюсь, я очень хочу, чтобы вы поставили лайк, это обязательно, и подписались на телеграм-канал Костя Бондаренко. Я очень хочу, чтобы Константин Петрович мне потом после нашего эфира написал, что ничего себе, подписчики, то есть, я уже могу сказать ничего уже, ничего себе, уже столько подписчиков. Поэтому, друзья, давайте порадуем Константина Петровича, все-таки, знаете, такой шаг перед Новым годом, такой, ну, достаточно важный. Константин Петрович, но параллельным курсом развивается, ну, вот смотрите, опять-таки, все от этого отмахиваются, все говорят, что этого нет. Кулеба радуется тому, что его посадили за один стол между кем-то, Турцией, еще кем-то, да, ну, как бы на равных, мол, вы теперь на равных, вот садись, садись за этот стол, будешь здесь сидеть, и это, конечно, такой показательный момент, но... Помните, вот раз у Шевченко было стихотворение, такое, зарисовка, как на Пасху дети, значит, хвастаются, кому что подарили, значит, там кто-то говорит, что там подарили там новую рубашку, кто-то говорит о том, что новую игрушку подарили и так далее, вот каждый хвастается чем-то и заканчивается словами, а я в попа обидала, сритка сказала, это вот приблизительно так и выглядит. Вот, ну и понимаете, как бы, да, то есть понятно, но есть как бы момент такой, что переговоры, да, поднимают, там, пример, министр Саксонии, Германии, это с утра была информация о том, что... Сейчас вот пишут в колонке New York Times о том, что Украине нужно рассматривать этот вариант, там, каких-то мирных переговоров. вот просто мы начинали с плана Б Тимошенко, ну, а чем не план Б остановить огонь и начать говорить? Я тут с кем, с кем не встречаюсь в эфире с разными экспертами, да, и говорю, что начинать переговоры это не означает проиграть, а мне все говорят обратное. Ну, я говорю, что даже войну можно не останавливать, ну, как таковую, но переговоры вести параллельным курсом. Давайте говорить откровенно. Путин уже говорил, неоднократно заявлял о том, что, я копил два заявления, помню его таких, что на время переговоров останавливать боевые действия он не намерен. Это первое. То есть прекращения огня не будет, скорее всего. Ну, понятное дело, для стимулирования процесса переговорного второй момент это то, что переговоры на самом деле они могут привести к некоему компромиссу. Некий компромисс, но вопрос в том, что любые переговоры это либо капитуляция, либо компромисс с одной из сторон. Любые переговоры. Либо же третий вариант это переговоры сорваны и дальше продолжается война. Но опять же для те люди, которые уверовали в то, что мы можем очень скоро пить кофе на набережной Ялте и выйти на границы 91-го года, они будут разочаровывать. Они будут винить Зеленского, например, в том, что он пошел на эти переговоры. А почему бы еще будут говорить эти люди, а почему еще бы не набрать еще 500 тысяч человек, 700 тысяч человек, полтора миллиона, 5 миллионов, у нас же население сколько, если посмотреть википедию, то у нас почти 40 миллионов, почему бы 20 миллионов не призвать и так далее. Будут таким образом логически размышлять эти люди. Как Ким сегодня Ким говорит, если всех 40 миллионов призвать 40 миллионов, Путин обалдеет, испугается и как бы и все и убежит во Владивосток и скажет все, остальное забирает. Я понимаю эти счеты, но 40 миллионов это знаете, это с учетом выехавших, это с учетом тех, которые живут на территории, на неподконтрольной территории, это дети, подростки, это калеки, это женщины и прочее, это все 40 миллионов. Попробуйте их всех мобилизовать, 40 миллионов всех под ружье поставить. Попробуйте. Наверное, были такие общества, где пробовали это и то. Понятное дело, что 100% никто не может идти и воевать. Кто-то должен обеспечивать систему жизнеобеспечения в этой стране, кто-то должен работать, кто-то должен обеспечивать страну продуктами, товарами и так далее. Что касается ситуации, я постоянно вспоминаю слова Ремарка, я не помню их дословно, но Ремарк когда-то сказал о том, что я думал, что все люди выступают против войны, все люди выступают за мир, пока не увидел людей, которые действительно любят войну, но обычно эти люди не воюют сами. Это сказал Ремарк. Да. Я хотел бы, чтобы вы высказались по поводу Соединенных Штатов Америки. Политико сегодня публикует материал, где говорит, что абсолютно другое, меняются подходы у Байдена, там как бы от полной поддержки Украины и там в освобождении своих земель, оружия, там переходят к другой стратегии, а вот пускай как есть, чтобы Украина жила, будем помогать, но вот как-то так. Но это все очень расплывчатые термины в политико в этом материале сегодняшнем, но тем не менее это уже констатируется, что ребята все, теперь будет по-другому. Есть ли сценарий и расклад, когда США возьмут и будут напрямую говорить с Путиным про Украину и, грубо говоря, решат ее судьбу, а Зеленского потом просто поставят перед фактом. Или, вот сейчас очень важный момент, или вот этими, скажем так, условно примут законопроект о мобилизации, все это как бы пойдет, плюс-минус так, как написано, и уже у Зеленского есть аргумент, у Зеленского есть собранная вот эта армия, и тут уже надо будет считаться. Очень сложный вопрос. Зеленский, конечно же, хотел бы продемонстрировать какой-то успех на поле боя, для того, чтобы иметь аргументы перед теми же американскими конгрессменами, перед сенаторами и перед депутатами нижней палаты, представителей, относительно того, что он все-таки может чего-то достичь, что те планы, которые он ставил перед обществом, они реалистичны, и что деньги, которые были потрачены в прошлом году, они потрачены не зря, и что можно доверять дальше. Для него очень важно показать хоть какой-то успех, а если не будет этого успеха, чем тогда обернется это вопрос, потому что вы помните, как говорил герой известного анекдота, корида по-разному заканчивается, так что в данной ситуации это та же ситуация, тот же момент, это большой риск, Зеленский готов рисковать, и он демонстрирует это. Второй момент, для Соединенных Штатов, опять же, тоже, если украинская армия, если вооруженные силы Украины не добьются какого-то успеха, это будет удар по репутации демократов, которые постоянно говорят республиканцам, говорят гражданам Соединенных Штатов, что давайте дадим им еще один шанс, давайте еще дадим им один шанс, и деньги налогоплательщиков американских должны пойти в Украину и работать в Украине. Это будет ударом тоже по Соединенным Штатам, по демократам, демократической партии. Поэтому там очень осторожно к этому относятся. Это ситуация, в которой нет права на ошибку. И там хорошо взвешено. А дать возможность Зеленскому все-таки рискнуть, дать возможность еще раз попробовать или не давать возможности, проигрыш не будет только делом Зеленского, не только делом Украины. Проигрыш аукнется и нынешней администрацией в Белом Доме. Поэтому там очень-очень тщательно подходит момент. Я думаю, что на самом деле рассматривается несколько разных сценариев, несколько разных вариантов, проговариваются эти сценарии. В том числе известно не только мне, это общеизвестный факт, что все-таки какие-то спорадические переговоры, какие-то попытки найти общий язык между Вашингтоном и Москвой существуют. Иначе бы неделю назад посол России в Соединенных Штатах Антонов не стал бы говорить о том, что мы тут близки к разрыву дипломатических отношений. То есть такой уже Димарш был достаточно серьезный с его стороны. Существуют какие-то переговорные группы, существуют какие-то консультации, но украинский вопрос будет рассматриваться в этом процессе как один из множества вопросов. Минимум десяти вопросов. Это и вопрос ядерной безопасности, это и вопрос Ближнего Востока, это и вопрос борьбы с терроризмом, это и вопрос Украины, это вопрос в принципе скажем так сосуществования в режиме нового геополитического раскола, это и вопрос Арктики и так далее. То есть будет большое количество вопросов рассматриваться. Вопрос Тихого океана, украинский вопрос наиболее острый в этой связи. Будет ли Украина, будет ли рассматриваться этот вопрос без Украины? Да, будет. Сколько бы ни говорили, что мы без Украины ничего не будем рассматривать, будет рассматриваться без Украины. И Соединенные Штаты, и Россия рассматривают Украину как государство с скажем так с низким уровнем субъектности. С низким уровнем субъектности. Мы зависимы в военном плане, мы зависимы в финансовом плане от Соединенных Штатов, мы зависимы во многих других аспектах. И сказать четко нет, мы не будем выполнять то, что вы нам сейчас диктуете, мы не можем. Зеленский не может сказать Байдену, не, 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 вы там что-то договорились, мы тут против выступаем, мы категорически против, патронов, техниками, с денег и всему прочему, пожалуйста, идите воюйте, как говорил Кулева, с лопатами. Вот такая будет позиция. И поэтому как-то противиться именно позиции, которая будет выработана в этом процессе, вот, я думаю, что будет немножко, немножко сложновато, я так мягко скажу. Что касается переговорного процесса, вот, я не верю в успешность переговорного процесса между Россией и Украиной до того, как Россия согласует все свои противоречия с Соединенными Штатами или большинство этих противоречий, потому что с точки зрения России это не война с Украиной, это постоянно подчеркивал Путин и постоянно подчеркивает российская идеология, это война, это противостояние с Западом. И пока не будет, не будут сняты целый ряд именно вот этих моментов, которые являются триггерами практически, пока не будут сняты целый ряд вопросов, которые вызывают это противостояние, до тех пор украинский вопрос тоже не будет решен. Его будут рассматривать исключительно в комплексе. Да, друзья, нас 12 тысяч, как-то лайков немного, поднажмите, пожалуйста, для того, чтобы эту беседу услышали, как много больше людей. Украинцам как-то не первостепенно границы 91-го года. Хитрый опрос был сегодня опубликован о том, что там можно было несколько вариантов выбирать и по совокупности там в самом начале это обмен пленных, возвращение, ну, в общем, людей домой, да, ну, первое, это люди, второе, это там что-то восстановление жилья, какой-то такой материальный, да, интерес имеется в виду компенсации какие-то за то, что пострадало, да, может кто-то погиб, в общем, какие-то компенсации, то есть людей волнует материальное, людей волнует как бы человеческое, а граница 91-го года там третий или четвертый пункт в этом вопросе, почему так? Мы уже 10 лет, почти 10 лет живем без Крыма, потерянным Крымом. Вы заметили, что уже ура-патриоты не задают вопрос, чей Крым? Уже нет, уже прошла эта мода. Уже нет того, что сразу же только что-то, какой-то спор, сразу же начинают рвать на себе рубаху и задавать вопрос, чей Крым? Ну, сложились определенные геополитические реалии и, соответственно, возникли новые проблемы, возникли новые, новая ситуация возникла, возникла новая какая-то действительность, война и прочее, и прочее, и прочее моменты, которые отодвинули вопрос, чей Крым на второй план. Мы живем 9,5 лет без Донбасса, без части Донбасса, которая сегодня как бы не подконтрольна Киеву. И уже многие, даже те, кто там покинули в свое время Донбасс в 2014 году, которые переехали на территорию там западнее административной границы Луганской и Донецкой областей, они с ностальгией вспоминают свои места, в которых прошла их молодость или детство и так далее. Но они понимают, что существует определенная реальность, они сейчас тоже сталкиваются с другими проблемами, с той же мобилизацией, с теми же вопросами выживания, с теми же вопросами как жить дальше. Они уже обросли новыми связями, новым жильем, они влились уже в новую действительность, стали уже не дончанами и луганчанами, а стали уже минничанами, полтавчанами, львовянами и так далее. То есть они уже живут в другом социуме. 9,5 лет это огромное количество времени, это огромное отрезок. Да, в их биографии когда-то был Донецк, в их биографии когда-то был Луганск, были там другие города, но сейчас их биография связана с другими абсолютно городами. И поэтому они вспоминают, да, что-то там было, но говорить о том, что для нас это первостепенная задача вернуть эти территории, вернуться туда адаптно, ну, наверное, это будет преувеличением. Погодите, президент же говорит, люди наши оккупированы, как мы можем бросить людей? Знаете, у нас апелляция к людям, вот, она как-то носит какой-то такой двойственный вариант, двуличный такой, я думаю, вариант идет. У нас думают не о людях, извините, пожалуйста, у нас думают о территориях. Вопрос, что для нас важнее, территория или люди, президент говорит, что мы думаем о людях, на самом деле подразумеваем территорию. Вы же понимаете, что на самом деле, что те люди, которые на той территории, большинство из них по украинским законам пристанут перед трибуналом или же перед судом значительная часть. Мы думаем, как этих людей поставить перед судом? Они же создали новые администрации, они же работают в этих администрациях, они же получают зарплату от оккупационного режима, они сотрудничают на протяжении длительного времени. Учителя учат детей, выпускают уже, уже целый выпуск прошел, от первого класса до 10-го и 11-го там прошел уже обучение, они уже усвоили новые программы, а остальные люди, которые там остались, им будут навязывать другие программы совершенно, скажут им, все то, что вы учили на протяжении последнего времени, забудьте, переходите на украинский и так далее, и так далее. То есть, все это для того, чтобы привести новый репрессивный аппарат на те территории и потом разговаривать с этими территориями, с теми людьми, о которых мы так заботимся, разговаривать языком силы. Ну да, это мне так нравится, как сейчас. Я думаю, что если бы мы заботились об этих людях, то, наверное, сегодня президент и не только президент, а наши политики декларировали бы целый ряд там позитивных лучей добра посылали бы в ту сторону и говорили, если мы придем, так у вас будет все, у вас будет специальная экономическая зона, у вас будет, мы не будем вмешиваться в ваши там гуманитарные вопросы, мы не будем там навязывать вам украинизацию ускоренную, мы не будем навязывать вам еще другие вещи, вот, только возвращайтесь. Нет, у нас речь идет именно о территориях а не людях. И тут, знаете, сейчас всплыл Арестович с разными откровениями о том, что нужно договариваться с Путиным и вместе, ну, хитрый мир заключать и вместе там предъявлять претензии Западу. По поводу мобилизации он заявляет, что это уже как бы даже сам факт подачи вот этого законопроекта, это новый социальный договор, Украина уже другой не будет, ну, с ним тут сложно не согласиться, ну, тем не менее. И он сейчас воспринимается как вот такой, да, уехал, борется за правду. Но, ну, я, например, ну, это как с заявлениями, там, Брезникова, да, вот, Зеленского год назад про мобилизацию. Я, например, помню, как Арестович в Израиле на своем творческом вечере израильтянам рассказывал о фильтрации людей в Крыму и на Донбассе, о том, что есть там четыре группы, там, кто и кто, кого как, кого там, кого лишить всего, кого лишить только права голоса, то есть это же тоже такой был, как бы такой, это же тот же самый Арестович. Ну, это как бы не про человека, это вот про, скажем так, концепты, да, концепты, с которыми. Брежневские времена в диссидентских кругах был такой анекдот про Брежнева и Солнца. Брежнева утром просыпается, смотрит, там, встает Солнце, там, на сход Солнца. Он говорит, здравствуй, солнышко. И он говорит, здравствуй, дорогой Леонид Ильич. В обед он выходит, смотрит Солнце в Зените, он говорит, здравствуй, солнышко. Он говорит, здравствуй, дорогой Леонид Ильич. Закат. Он говорит, ну, здравствуй, солнышко. Да пошел ты, Леонид Ильич. Как так? Ты же целый день со мной здоровалась, целый день совершенно другим был. Вот, а я уже на Западе. Так что, это к вопросу об арестовании. Да, ну, если уже на Западе, тогда да, тогда можно. Ну, значит, друзья, давайте подытожим наш сегодняшний разговор. Буквально еще один вопрос и подведем итоги голосования и перейдем к вашим непосредственным вопросам. Это наша традиция. Мы в конце, там, 10-15 минут уделяем чату, уделяем общению. Вот уже пишут вопросы. Ребята, рановато. Я хотел бы, ну, доголосовывайте пока. Я хотел бы вот это F-16 с вами обсудить. Слушайте, ну, какая-то, ну, какой-то, я не знаю, ну, какой-то, какой-то идиотизм. Выходит, Ньюзвик пишет, F-16 уже в Украине. Да. Сенсация. Дальше румынское издание, Ньюзвик, говорит, пилоты научились в Румынии, буквально завтра, послезавтра, вот, будет в Украине F-16. Проходит там еще минут 40, час, выходит представитель воздушных сил, говорит, не, не будет F-16 в Украине. У меня складывается впечатление. добавьте еще одно. Выходит, значит, сообщение в российских средствах массовой информации, что прибыло 10 F-16, 6 мы уничтожили, там, сколько, сколько, этого я не видел в российских средствах. два дня назад это вот как раз даже фотографии были, там стоят, там, линейку, там, несколько из них, там, разбиты, этих F-16. Опять же, так что, это еще. Я воспринимаю, ну, это уже много высказались экспертов военных, о том, что, ну, это не вундерваффе, да, даже там аваксы, даже там вот эти вещи, сейчас активно, сейчас обсуждают этот момент, и, ну, это прям пишут об этом не только российские пропагандисты, а вообще Запад пишет о том, что зап, репки, да, репки, пишет о том, что это западные спутники, разведчики, беспилотники, в общем, помогли навести на Новочеркасск, Феодосию, вот эти там скальпы или Шторм-Жеду, чем ударили ВСУ по, как бы, вот этому кораблю, причем взрыв был такой большой, это потому, что там шахеды переправляли, там, морем, поэтому, вот как бы так, все удачно совпало, выследили, благодаря НАТО, и там, ну, ну, как бы всерьез уже воспринимается, что нужно что-то делать с этими разведывательными средствами, ну, не только спутниками, вообще разведкой НАТО, которая там в спарке с украинской разведкой, и вот тут начинается вот это, опять начинаются вот эти танцы вокруг столкновения России и НАТО, которые в начале недели, да, вот Медведев ознаменовал своим постом, но вот я, Ф-16, это вот как символ поддержки Украины, военной поддержки Украины. Именно что это символ, именно что это символ. Сами военные, с которыми я общаюсь, они говорят, ну, да, ну, в принципе, просто у нас не хватает, например, самолетов, у нас нет паритета с Россией по самолетам и так далее, и так далее, и так далее, но, условно говоря, говорить, что Ф-16 это некое чудо оружия, которого нет там у России, или что у России нет таких аналогов, это было бы преувеличение. В данной ситуации это усиление военно-воздушного флота, но ни в коем случае не перевес в самолетах, не перевес над Россией. Это тоже необходимо понимать. То есть, чудо вряд ли состоится. Надо отдать должное. Да, появляется новый вид вооружения, этот вид вооружения, конечно же, усиливает Украину, но не делает ее неуязвимой и победоносной исключительно, только благодаря одному виду вооружения. Просто, когда вы, я сейчас, ну, это в завершении первого блока, да, до общения со зрителями, я вот немножко военных тем этих коснусь, но тоже смотрится, вот, опять-таки, да, ну, пропаганда военная, неузвих, там, опровержение, в 16 в Украине, те ударили, там, разбили, но вот мы видим, ну, даже по сообщениям о Марьинке, то есть, нам показывают Шойгу, которая рассказывает Путину о том, как там укреп район, ну, там, перелопатели, все, нет уже, Марьинки, это правда, как бы там, давно мы тут, ну, Марьинки нет давно, на самом деле. Это да, это правда. Взяли ее сейчас. Там пару домов, там, фактически, на окраине, и, соответственно, вот сейчас фактически эти дома, фактически мы потеряли. Выходит, заявляет, наши опровергают, говорят, нет, мы там боремся, потом как-то немножко Генштаб начинает менять формулировки, это уже не Марьинка, а там направление Марьинки, окрестности Марьинки, как-то так. Ну, и заложный вышел, говорит, да, то есть, вот, вчера выходит, говорит, да, вот мы потеряли Марьинку, ну, вот мы не думаем о территориях, там, Марьинки уже не существует. Проблема нашего руководства в том, что оно считает себя как-то выше, я не знаю, или как-то там умнее большинства граждан и боятся разговаривать с людьми по-честному, вот, говорить честно. Вот они боятся этого. Вот во время Второй мировой войны, например, во время Великой Отечественной, тот же, тоже Совинформбюро не боялось говорить, говорить правду. Вот не боялось, потому что доверяли своим людям, и это чувствовали люди сами, что вот, с ними говорят, как с взрослыми. А у нас считают, что это дети, от которых надо прятать правду. Им лучше соврать, лучше солгать, вот, чем говорить неудобную правду. Вот это опять же проистекает из того, что у нас ставятся выше всего рейтинги. Как бы чего не вышло, как бы вот, вот эта правда, которая так неудобная, как бы она вот на этот опрос, который сейчас проводится в данный момент, как бы он не повлиял. А то ж, не дай Боже, вдруг не те, не те цифры увидим. Не дай Боже, не те проценты. Да, да, это правда. Ну и, там, давайте подведем итоги голосования. В общем, что спрашиваю у вас, как вы считаете, хватит ли Украины денег на тотальную мобилизацию? Итак, 4% считают, что растрясут толстосумов и найдут. 14% да, на Западе напечатают с лихвой. 39% денег хватит, людей нет. Нет, это блеф перед переговорами. Так считает 42%. Вот прокомментируйте, пожалуйста, Константин Петрович. На самом деле, это еще раз показывает, что с народом надо общаться абсолютно честно, потому что народ у нас очень даже не глупый, и возможно даже умнее некоторых людей во власти. Это не только касается нынешнего опроса. Мы постоянно, когда подводим итоги, я постоянно говорю о том, как правильно и как мудро народ понимает определенные вещи. Ну и пока вот, грубо говоря, перехожу, да, перехожу к, собственно, скажем так, вашим вопросам, чата-трансляции. Приходит сообщение, что Россия и Индия добились ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного военного производства. Лавров там об этом встречался со своим коллегой в Москве, Рейтерс передает. Это вообще уже неожиданный поворот, Константин Петрович. Неожиданный. Нарендра Моди, как премьер-министр Индии, он делает такие танцевальные, скажем, па, когда он договаривается с Россией, потом едет, договаривается с Макроном, потом договаривается с Соединенными Штатами и так далее, и так далее. И всюду он как бы пытается получить выгоду. Есть политики, которые думают о своем государстве, о своем народе, а не о чужих государствах. Но нам эти политики очень часто не нравятся, потому что они не думают про Украину, считают многие наши политики, многие наши власти мущие. Это касается и Орбана, кстати. Да, это касается и Фица, и Орбана. Да, безусловно. Ну что, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Очень их много. Давайте коротко. Короткие ответы. Режим Блиц. Тут, конечно, вас хвалят, Константин Петрович. Благодарят за телеграм-канал. Спасибо. Это здорово. Подписывайтесь, друзья, ссылка в описании на Костя Бондаренко, на телеграм-канал Шелест. Подписывайтесь и на Костя Бондаренко тоже подписывайтесь. Вопрос от Дарьи Коленской. Какую книгу посоветовал бы Константин Бондаренко господину Кулебе? Спасибо. Ну, я думаю, что рано или поздно господин Кулеба отдохнет, и я ему там посоветую. Вы знаете, я, наверное, посоветовал бы ему почитать, и не только ему, а и многим нашим читателям. Есть замечательная книга, которая как раз вышла совсем недавно. В продаже в магазинах ее нет по той причине, что вышла она на русском языке, и поэтому распространяется только фактически в интернете. Это книга молодой писательницы Алены Младеновой называется «Эра драконов». Очень многое там можно узнать о тех процессах, подковерных процессах, которые происходят в современном мире. Очень многое можно узнать о том, что происходит за ширмой и так далее. Там книга очень читается на одном дыхании. Такой экшен, скажем, в стиле Джеймса Бонда с одной стороны, но с другой стороны с очень глубоким подтекстом, с большим количеством отсылок к разного рода знаниям не особо доступным. Но в любом случае я прочитал ее с большим удовольствием. Надеюсь, что и господину Кулебе она тоже понравится, тоже зайдет. Так что еще раз скажу, что это Алена Владенова, Эра Дракона. Но приобрести ее можно, скорее всего, у автора только. Так что можете связаться через Инстаграм. Хорошо. Тут обсуждают Сербию и там переворот. Чем все закончится? Нет, я думаю, на самом деле там цветная революция уже предотвращена. Знаете, можно апеллировать к тому, что там справедливо и несправедливо, если бы был результат, условно говоря, у одной политической силы там, например, 37%, а у другой политической силы там 32%. Ну, можно было бы сказать, что были какие-то фальсификации. Но если у Вучича и его политической партии там почти 50%, там 47%, если я не ошибаюсь, процентов, а у ближайших оппонентов там около 24%, я могу ошибаться в нескольких процентах или в долях процентов, то говорить о фальсификациях не приходится. Столько фальсифицировать невозможно. И вот как человек, который разбирается в политтехнологиях, я могу сказать, максимальное количество там, что можно сфальсифицировать, то можно в принципе сфальсифицировать, досыпать и так далее, это 3-4%. То есть вот эти вот фальсификации, вбросы и так далее, они могут дать 3-4%, не больше. Так что тут ситуация, все чудесно понимают, что да, что есть недовольные, есть люди, которые хотели бы определенный реванш, есть определенные потраченные деньги, есть определенные потраченные энергии, есть политконсультанты, в том числе украинские, которые сейчас работают в Белграде, которые там помогают оппозиции, есть люди, которые помогают Вучичу, тоже работают с Вучичем, я знаю людей с садой с другой стороны, но при этом партия сыграна. Да, партия сыграна, ну посмотрим еще, хотя в принципе да, чем дальше от этого момента голосования, тем страсти поуляжатся. Александр Давидов, Константин, а есть ли среди украинских националистов первой половины века те, которые вам симпатичны? Бульба Боровец? Бульба Боровец не был националистом, будем говорить так. Бульба Боровец представлял, ну вообще это была такая махновщина практически, представитель такой народной махновщины, но он ориентировался не на организацию украинских националистов, он ориентировался на иммиграционный центр Украинской народной республики, на Андрея Левицкого и так далее. То есть это совершенно другое явление. с националистами у него были крайне напряженные отношения, вспомним, что бандеровцы убили его жену Анну Апаченскую, так что это был такой момент. Ну и сам Бульба Боровец был человеком очень интересным авантюристом. Что касается людей симпатичных, знаете, в той же организации украинских националистов был, например, Олег Ольжич, блестящий поэт, идеалист во многом, человек, который был археологом, блестящим археологом, учеником Любора Нидерли, это легенда фактически в археологии. У него было блестящее будущее науки и поэзии, но он избрал другую астезию и умер в немецком концлагере в Саксенхаузене в 1944 году. Что касается других лиц, которые там стояли на разных позициях, не только националистических, я уже говорил о Вячеславе Липинском, мне очень близки многие его идеи, многое я сейчас критически в смысле, но очень много идей его близки, блестящий слог, Лесты Добротив, Хлеборобьев и другие его произведения, они просто это, я считаю, действительно очень, очень важная, важная страница в украинской истории, в истории украинской общественной, политической мысли. Кристина Мина, вопрос, какими буквами имя Зеленского будет записано в истории? Зеленый. Потрясающий ответ. Лина Вастроилова, Александр, спросите гостя, первое, что помешало устойчивости государственности Украины или кто? Второе, уже можем мы сравнивать, кто нас лучше содержал, Кремль или Вашингтон с Лондоном на пару? Непонимание того, что Украина как государство, которое сложилось административным путем, а не историческим путем, скажем так, что оно могло существовать только как государство вечно балансирующее между Западом и Востоком. Государство баланса, вот это было то, что та Украина, которая существовала с 1991 по 2014 год, но очень многие считали, что надо либо вернуться обратно в Россию, в новый обновленный союз, были такие, но они чудесно понимали, что тогда в Западной Украине был бы сепаратизм, а другие говорили, что надо идти в Европу осемимильными шагами, но это не устраивало Юго-Восток. Поэтому вот это игнорирование принципа баланса, игнорирование принципа сбалансированной политики, но и привело к тем процессам, которые сегодня мы переживаем на протяжении последнего десятилетия. А что касается, знаете, где бы нам было лучше, знаете, беда Украины была в том, что наши политики, наш правящий класс, так скажем, наша элита, она разделилась на две части. Одна считала, что Украину, украинскому государству надо сдать в аренду России, одни считали, а другие считали, что надо сдать в аренду Вашингтону, Лондону, Брюсселю, пусть они распоряжаются. Но было слишком мало тех, кто думали о субъектности Украины и о том, чтобы Украина развивалась как самостоятельное государство, без попыток скатиться либо в одну, либо в другую сторону. Концепция государства-маста, государства, которое было бы именно вот этим посредником между востоком и западом, эта концепция не сработала. Лариса Точёна, вопрос. Как вы думаете, как усиление мобилизации повлияет на украинцев? Многие хотят, чтобы война закончилась, но закончилась на власть нет, но все равно придется говорить с Путином 24-й год, год войны или заморозки? Нет, ну тут данная ситуация, вы же понимаете, по крайней мере, до президентских выборов в России вряд ли будут какие-то переговоры. Или, если и будут, то это будет скорее имитация переговоров. Путин несколько раз послал посылы, что его избирательная кампания будет в том числе опираться на энергию, именно воинственную энергию, именно на энергию войны, будем говорить таким образом. Сам посыл, кто практически задал вопрос Путину относительно того, будет он баллотироваться или не будет. Его позиция во время пресс-конференции итоговой, его посылы, посмотрите на список доверенных лиц Путина, кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. Вот посмотрите на эти все моменты, вы увидите, что слишком много милитаристской риторики. А уже после выборов вполне возможно, что будут переговоры, но опять же, я повторюсь, что переговоры по линии сначала Россия-Запад, а потом уже возможно переговоры и с Украиной. Ну тут как бы Андрей Ильиних, как вы рассматриваете союз Украины с Беларусью? Какой-то вообще странный вопрос, исходя из того, что... Ну смотрите, дело в том, что рано или поздно отношения с Беларусью у нас наладятся. Рано или поздно разминируют берега Припяти, рано или поздно снимут блокпосты на этих берегах. Ну, понятное дело, что это не ближайшие месяцы. Это будет естественный процесс. Украина и Беларусь обречены в том, чтобы совместно там решать целый ряд экономических, возможно, геополитических вопросов. Войны приходят и уходят, но существуют вечные интересы. И, соответственно, та же Беларусь заинтересована в развитии отношений с Украиной, а Украина в развитии отношений с Беларусью. Если все будет идти именно по мирному пути, если война уйдет в прошлое, то я думаю, что не будет проблем наладить отношения с Беларусью. Вопрос, почему, вот если до последнего украинца, почему детей на фронте нет, родственников власти нечестно как-то? Ну, сейчас это какая-то вообще популистическая история. Мне кажется, я вот к ней отношусь, если честно. Многие высказываются о том, что, ну вот смотрите, да, ну, мы же не можем этих депутатов отправить на фронт, которые сейчас голосуют, они же должны законы принимать евроинтеграционные, об этом президент на пресс-конференции говорил, а вот эта волна в обществе, что на фронт там этих бывших депутатов, они обворовывали страну, а вот смотрите вот этих там толстосумов, детей вернуть, всех вернуть, вот эту элиту, все на фронт. Вы же понимаете, что есть главный принцип. Кто пойдет на этот фронт, Константин Петрович? Главный принцип есть, знаете, справедливость, вот это, это, скажем так, облагороженная форма зависти. Да. Это давно известный факт, вот, ну и плюс ко всему существует такое вот понятие, знаете, в народе, это не только касается Украинства, это в принципе славянская, общеславянская такая тенденция, называется амфибиозная асфиксия. По-простому жаба давит. Это да, это точно. Так, друзья, всем большое спасибо за вопросы, их на самом деле много, вот Рыжий Код, где можно Алене Блальоновой книгу купить Эра Дракона? Я поступал через Инстаграм, через Инстаграм, так что поэтому напрямую связаться с автором, так что да, и вперед. Как говорится, из песни Изи Зепп, вот я бы хотел, смотрите, у нас название эфира сегодня такое, ну такое, грустное, год утрат, да, я сначала, конечно, был, ну как, как вот, ну, меня, конечно, манило и соблазняло, да, вот эта тема, обсудить с вами Константин Петрович, а что мы за 233 год приобрели, а что потеряли, а потом так, знаете, как-то вот попалась там новость сегодня где-то, ну или какой-то паблик с растущими кладбищами в Украине, да, ну, стало как-то, ну, не понятно, понятно, это, я с вами абсолютно согласен, и это правда, и растущие кладбища, они говорят, больше, чем тысячи слуг. Да, и поэтому как-то обсуждать вот эти все там прожекты, наступления, потому что за этими наступлениями стоят люди, они озлоблены, они, кто-то травмирован, кто-то навсегда, жизнь покалечена, да, кто-то, ну, кто-то с ранением боевой офицер, или там, боевой солдат, ну, боец, получил ранение, получил не сто тысяч на карточку, а там, четыре, и сейчас массово об этом скрины публикуют солдаты там в ТикТоке и в разных соцсетях, то есть, вот такое государство, да, ну, как бы, они высказываются, понятно, что есть там с разных сторон вот это отношение, есть там солдаты, которые говорят, вот мы сейчас тут вернемся, вот мы покажем власти, есть такие, которые наоборот говорят, за власть, вперед, там, ни шагу назад, а что вы тут воду мутите, мы должны до победы, разное есть, армия большая, мнений много, соцсетей много, ну, вот Изизеп, Изизеп, в нашем сегодняшнем эфире, я, наверное, вот на этом вопросе и закончу, спрашивает, какой тост будет поднимать кость Бондаренко на Новый год? Ну, в любом случае, конечно же, я думаю, не только я, но и миллионы других будут говорить за мир, не за победу, не за там, не за здравие, ничего там, не за мир, а уже дальше разберемся. Да, друзья, наша финальная встреча с Костем Бондаренко в уходящем 23-м году, спасибо всем большое за то, что вы уделяете время, нас вот, три с половиной, тринадцать с половиной тысяч, мы в прямом эфире, очень рад тому, что, ну, вам нравится это общение, вы приходите и оставляете позитивные отзывы. Константин Петрович, я благодарю вас за ваше время, за ваши мысли и с наступающим. Спасибо. Я также всех поздравляю с наступающим, с наступающим Новым годом, с праздниками, которые идут следом и, соответственно, всем желаю мира, добра, любви, крепкого здоровья. Да, здоровья крепкое нам очень понадобится, особенно психологическое, психическое. Впереди, судя по всему, еще много таких событий, которые его способны подорвать, поэтому держимся друг друга и всем всего самого доброго, добра и света. Увидимся.